Дом Ирины Бреус вспыхнул как спичка. Проводка замкнула и строение за считанные секунды охватило огонь. На помощь пришли соседи, но потушить пожар самостоятельно не удалось. Напора воды не хватило. К приезду пожарных спасать было уже нечего. Если бы была вода, хотя бы соседи начали бы ведрами тушить. А так получилось, что пожарники только приехали с водой. И всё. И у меня, я осталась, понимаете, я осталась без ничего. У меня не остался ни дома, ни внутри дома у меня всё сгорело. Бытовая техника, мебель, вот это всё, понимаете? Деньги, которые были у меня. Почему мы недостойны просто воды попить? Шесть лет жители микрорайона Коксай в Шемкенте пытаются добиться нормального напора воды. Она из кранов течёт тонкой струйкой. Даже для мытья посуды её набирают заранее. А стиральные машины не работают из-за слабого напора. Мы вот ходим, обращаемся постоянно. Вот все там побывали уже. Они уже сколько лет туда ходят, никаких результатов. Местные коммунальщики говорят, к трубе, рассчитанной на определённое количество абонентов, присоединились нелегалы. Вот напора и нет. Вся балка вот так живёт. Вся балка. У них там сети, как паутина вот так прошла. Они у этого возьмут, кто-то трубу проведёт, у этого возьмут, у этого. Это будем проверять. Проверять теперь, выходить нарыть и проверять. Ну, в течение месяца где-то решится, наверное. Но почему проблему не могли решить много лет, неизвестно. Люди уже не верят коммунальщикам, но всё же надеются, что они сдержат свои обещания.